Здравствуйте и позвольте объясниться. 19 марта 2013 года Политвестник опубликовал видео, на котором сексот и провокатор Феликс Кубин рассказывает о том, как он сотрудничал со спецслужбами. Особо остановившись на провокациях против депутата Хинштейна и марша миллионов, прошедшего в Москве 6 мая 2012 года. Ранее Кубин уже попадал в объектив Политвестника, представляясь гражданским активистом в сентябре 2012 года, защищавшим Битцевский лесопарк, вырубаемый по приказу местных чиновников. Кубин жил неподалеку и действия властей, по его словам, ему не нравились. Тогда же мы получили предупреждение от гражданских активистов, что имеем дело с самым настоящим провокатором. Тем не менее, мы даем высказаться всем, поэтому в том сюжете Кубин был оставлен. Проанализировав последний разговор с Феликсом Кубиным, мы пришли к выводу, что имеем дело с человеком авантюрного склада характера. Не получив денег, обещанных денег от силовиков, он решил переметнуться в стан оппозиции, но быстро понял, что денег там не платят вовсе, а все акции делаются исключительно за счет гражданского энтузиазма. И тогда Кубин решил пойти ва-банк. Он решил дать информацию эксклюзивного свойства политвестнику. Информацию о 6 мая, о том, как готовились, по его словам, провокации силовиками, для того, чтобы после этого оказаться на Западе и попросить там политического убежища. В 2011 году Кубин выиграл уголовное дело, был оправдан, признан психически здоровым, но в 2012 году психиатры изменили свое решение. Материалы на эту тему вы можете найти в сети. Сегодня в сети некоторых СМИ развернута целая кампания, призванная заклеймить Кубина как «законченного шизофреника» и «упоротого лиса». Между тем спецслужбы, не брезгующие ничьими грязными услугами, по его словам, сотрудничали с ним. А информация Кубина, касающаяся Александра Хинштейна, полностью подтверждена самим депутатом. Так почему бы не проверить и все остальное, не вызвать в Следственный комитет означенных Кубином лиц и не попросить их дать показания на полиграфе? Создается впечатление, что власти гораздо проще объявить все, что не стыкуется с официальной версией, полным бредом. Впрочем, это обычный стиль нашей власти. Политвестник готов к развязанной против него пропагандистской кампании. Вместе с тем, мы готовы и впредь предоставлять нашу площадку всем, кто способен донести иную точку зрения событий. Даже Феликсу Кубину. Смотрите «Политвестник». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok